Здравствуйте, товарищи! Давно не выходил в эфир. Так вот, в сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами на тему водонепроницаемая мембрана в эндуро-мотоботах. Поговорим с вами о мотоботах на примере Alpinstar Tech 7. Я вам сейчас расскажу свой опыт и свое мнение на тему, нужна ли она вообще, эта мембрана, есть ли смысл покупать мотоботы с мембраной или нет. Но прежде чем я начну, я сделаю глоточек кофе. И мы начинаем. Так вот, буквально недавно, две недели, я катался по тету Швеции. Так вот, у меня были точно такие же ботинки, как вот эти, тока, они были с водонепроницаемой мембраной Drystar. То есть Alpinstar Tech 7 Drystar. Ну, почему я купил именно с мембраной? Потому что, ну, во-первых, ты когда едешь по тету, ты в основном живешь в палатке. То есть у тебя нет возможности где-то там нормально просушиться, нормально помыться. Поэтому план был такой. Я куплю мотоботы с мембраной, чтобы ноги были сухие, и мне было сухо, тепло и комфортно. Так вот, в один прекрасный день пошел дождь, появились лужи, мой первый бродик. Я решил не ехать, а сначала прогуляться по нему, чтобы, так сказать, замерить глубину и прощупать дно. Вдруг там камни или колея. Так вот, я начал идти по этой луже, и я чувствую, как у меня начинают сразу же мокнуть ноги. Ну да ладно, думаю, наверное, лужа была глубокая, потому что я когда ехал, я в дождь штаны сделал поверх, а штаны у меня с мембраной Gore-Tex, поэтому вода сверху от дождя попасть туда не может. Я думаю, может быть, я реально глубоко зашел в воду и через верх залилось. Ну да ладно, ноги были мокрые, я ехал весь день с мокрыми ногами. То есть, потом остановился в хостеле, там просушился, на следующее утро они еще были влажные, но уже более-менее терпимо. Можно, ну, вариантов не было, пришлось ехать. Так вот, после этого еще было у меня там пару раз дождик, то есть спустя несколько дней, когда мотоботы уже, в принципе, просохли, и именно когда я ехал в дождик, в этот раз у меня, как бы, штаны не были поверх ботинков, а только чуть-чуть сверху, ну, то есть вода сверху исключалась. И я стал чувствовать, что у меня ботинки стали влажные. Но мне не хотелось в это верить. По приезду домой я сделал тест, набрал в раковину воды, опустил вот по щиколотку вот так вот мотобот, и через пять минут внутри он стал влажным. То есть получается, как бы от этой мембраны особо толку нет. В связи с чем было принято решение обратиться к продавцу, что он, в свою очередь, связался с Альпинстар, и как бы не заменили на мотоботы, которые не имеют мембраны. Сейчас это самые обычные, без мембраны. Так вот, вывод. Когда у вас мембрана, даже если она будет работать, даже если это топовая гортексовская мембрана, и если вы каким-то чудом набрали в ботинок воду, то мембрана адски долго сохнет. А если мембрана не работает априори, то в ней вообще нет смысла переплачивать за это деньги. Поэтому для меня, то есть я сделал такой вывод, что смысла в этой мембране вообще нет, даже если бы она работала. Из-за того, что она очень долго сохнет. Я обычные свои ботинки, помню, как-то помыл с гортексовской мембраной. Так они у меня в солнечную погоду, я их на карниз на окно ставил, чтобы на солнце были. Они у меня пару дней сохли на солнце. То есть очень долго сохнет. Поэтому оптимальнее всего взять самые обычные, вот что-то типа такого, без мембраны, и пусть они нахрен мокнут. Намокли, вылили воду, подставили на солнышко, высохло. Или в процессе езды. Единственное, что я для себя куплю, обязательно докуплю, это мембранные носки. То есть мне кажется, это самая оптимальная комбинация, взять мембранные носки, которые не пропускают воду. Ну, чтобы когда в длительной поездке, знаете, когда ноги начинают мокрые, и ты долго, когда вот мокрую обувь носишь, ноги потом начинают сморщиваться, ощущения неприятные. А мембранные носки, в принципе, должны от этого защитить. Поэтому, еще раз, ребята, не стоит переплачивать за мембрану. Но, опять же, если вы едете чисто туринг, то есть, ну, если вы не съезжаете с асфальта, и вам хочется комфорт, то, конечно, мембрана это прям топ. То есть вы всегда будете иметь сухие ноги, в длительной поездке комфортно, но в плане эндуро она вообще нет смысла. То есть просто пустая переплата денег. Так что, ну, это, опять же, сугубо лично мое мнение. Может быть, мне вот с этой мембраной не повезло. Может быть, некачественные ботинки попались. Я не знаю. То есть у меня были одни ботинки, я их протестировал. Вот, что есть, то есть. Может быть, я говорю, может быть, мне так попалось. Ладно, ребята, все, не буду отнимать ваше время. Пойду монтировать этот видос для вас. Все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok